Программа «Выбор Ясин». Добрый день, добрый вечер. Это программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлёва. И в студии, как и полагается, Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель Высшей школы экономики. Здравствуйте, Евгений Григорьевич. Здравствуйте. Евгений Григорьевич не оставляет своих попыток объяснить нам, что происходит в стране, что должно происходить в стране, что происходило в ней чуть раньше и на каком этапе мы находимся, и куда же нам плыть. Сегодня Вы сформулировали свое воззвание, я бы сказала, «Новали. Новая Россия» и отнеслись к книге, с которой Вы пытаетесь, я так понимаю, полемизировать, потому что Вы не согласны с тем, что там написано. Вы говорите о книге, которая вышла в университетской книге, и которая, собственно, так и называлась, да, «Новая Россия»? Ну да, я же взял. Сначала взял слова «Новая Россия» в прошлой передаче, а теперь взял все вместе, потому что, если бы я остановился на том, что вот мы, наконец, победили в 91-м году, что Гайдар осуществил реформу, так известно, что все придерживаются в основном другого мнения, что никакой удачи не было, мы не так сильно много выиграли. Ну, если не считать того, что через какое-то время всюду появились продукты, в магазинах равновесие на рынке установилось и так далее, и поэтому люди стали относиться к этим деяниям Гайдара иначе. Но сначала это был очень тяжелый период, и когда, собственно говоря, люди, авторы этой книжки, там много авторов, и само название привлекательное. «Новая Россия», а какая? Так ли она нова? И я лично глубоко оберзён, что она не так уж нова, и что мы слишком пронизаны традициями, причём традициями не всегда хорошими. Ну вот об этом, собственно, и речь. А то, что там у меня есть люди, авторы этой книги, которые придерживаются других взглядов, но я не имею ничего против. Есть что-то такое, что они... Я считаю важным обсудить. Скажите, а что главное, какие главные упрёки у авторов этой книги к «Новой России», к той системе, в которой мы сейчас, как говорит Жванецкий, и процветаем? Ну, а второе, во-первых, недовольны тем, что пострадали, так сказать, они, может быть, прямо об этом не пишут, но, скажем, очень остро поднимаются вопросы неравенства. Вот при советской власти была гораздо большая степень равенства и так далее. А сейчас много богачей, то есть не много, а есть богачи, которые собрали огромное количество средств, и есть большинство населения – это бедняки. И такого уже большого улучшения благосостояния, ради которого стоило делать эти все реформы и так далее, незаметно. Я должен сказать, что у этого есть определённые основания. Это не пустые слова. Но, может быть, в этом и состоит главная претензия, такая бытовая, к капитализму и рыночным реформам, то, что вот этот мир наживы и чистогана, он несправедлив. Ну, это, понимаете, если вы строите общество, исходя только из того, что вы хотите, чтобы всё было справедливо и чтобы получали поровну, значит, вы будете всегда жить плохо. Потому что экономика, она, экономика общества устроена так, что люди, как бы их взгляды, их интересы сталкиваются, они каким-то образом борются. Это всё приобретает, и в экономической плоскости приобретает свойства рыночного механизма. Это уже как... Ну, раньше были другие механизмы, феодализм. Сейчас рыночные механизмы, как бы, считаются более преобладающими. Но они, так сказать, приносят успех только тогда, когда существует конкуренция. Значит, и есть более сильные, кто побеждает в конкуренции, есть более слабые, которые должны приспосабливаться и так далее, и тому подобное. Поэтому определённое неравенство есть. И государство, как было, по крайней мере, до самого последнего времени, государство исходило из того, что оно должно строить социальную защиту. Ну, и должно поддерживать, во-первых, стариков, во-вторых, оно должно, значит, поддерживать инвалидов и так далее, и тому подобное. Ну, разве не должно? Должно. Государство же для этого, вообще-то? Нет, оно не для этого. А для чего? Ну, оно, прежде всего, для того, чтобы что-то производилось, чтобы оно было в достатке, чтобы удовлетворялись потребности, и чтобы, кроме того, повышалась эффективность. Тогда можно будет решать вторые задачи. Вернее так, может, они не вторые задачи, они первые. Но для того, чтобы их решать, нужно иметь постоянный механизм улучшения производства. То есть, когда наши руководители призывают к соблюдению социальных обязательств, которые напоминают о том, что мы социально ориентированное государство, они, по-вашему, не упоминают другую важную функцию? То есть, в первую очередь, они должны заниматься как раз климатом для бизнеса, для инвестиций, для развития и так далее. Ну, это они должны и тем, и другим, и, так сказать, всем заниматься. Но отличие, так сказать, нашего государства от других заключается в том, что мы провели социалистическую революцию в 1917 году, 100 лет назад, и добились того, что рыночная экономика закончилась. У нас не было рыночной экономики. Они в других передовых странах, она развивалась и всё, а у нас нет. Значит, и становилось всё хуже. Вот, дискуссии среди специалистов показывали, что мы должны ориентироваться на рыночную экономику. Хотим, не хотим. Это то, что у нас произошла революция, прошу прощения, это не поражение России. И то, что революция приводила потом, стала приводить к плохим результатам, это не поражение России. Я специально это подчёркиваю, потому что сейчас в политической области, скажем, всё время говорят Россия, Америка, кто кого, опять угрозы. Кто проиграл, кто выиграл. Кто выиграл и так далее. Но в том-то и дело, что тогда, когда произошли события, реформы, были проведены в 1991 году, нам никто не помогал. Ну, были симпатии, были антипатии. Был, я прошу прощения, у наших радиослушателей, но был такой Джордж Сорос, которого сейчас все проклинают, какой жулик там, я не знаю, что на него не говорят, но он первый стал помогать нам. Ни Америка, ни НАТО, ни Европейский Союз, а вот такие люди, как Сорос, действительно в трудные времена помогали. То есть, я прошу прощения, вы вот здесь обязательно проговорите этот момент, потому что есть ещё достаточное количество людей, которые считают, что Советский Союз хотел развалить Америка. Значит, вот это всё, и Гайдар тоже, это всё происки западного нашего врага. Вот они этого всего добивались, чтобы расколоть, измельчить и нас всех привести к нищете. А вы сейчас говорите, что они нам даже и не помогали. Как же так? Ничего нам не помогали и ничего не мешали. Потому что мы, я напоминаю вам, что у нас была длительная история, послевоенная, взаимоотношений таких враждебных, но, тем не менее, установилась какое-то равновесие, договорённость, по крайней мере, после событий 1972 года, которые имели место на Кубе... Вы имеете в виду 1962 год? Или 1962 год, да. Вот когда были события на Кубе, и когда там тоже мы махали руками, и всё, а потом поняли, что мы не выдержим. Ну, и президент Кеннеди тоже не хотел улезть в драху. Тогда мы договорились, и после этого, ну, а взаимоотношения стали гораздо более спокойными. Мы там, так сказать, напоминали друг другу, что вот... Мы очень сильные и страшные. Мы победим, потому что победит коммунизм. А они говорили, ничего не победите, вот настоящий механизм развития для человечества. Это капитализм, это рыночная экономика и так далее и тому подобное. Причём между самими, скажем, американцами в мировой экономической науке были дискуссии постоянные. С одной стороны, были кинфианцы. Но они говорили передачи, да. Кинфианцы, которые говорили, что нужно, чтобы было вмешательство государства. А другие, это либералы, это такие учёные, как Фридман, Уолтер Фридман. Потом, ну, целый ряд других людей, которые... Которые считали, что чем меньше государства, тем лучше. Совершенно верно. И больше того, значит, были и выдающиеся государственные деятели, которые тоже в этом направлении двигались. Евгений Григорьевич, вот здесь, когда Вы об этом говорите, что есть две школы, грубо говоря, но и то, и то рынок. То есть, есть рынок с большим участием государства и с меньшим участием государства. А в Новой России... Подождите, на Новой России я сразу Вам скажу, что опыт, который мы прошли, вообще, каждый раз, оно имеется в виду всё человечество, не только мы. Он как раз показывает, что бывают случаи, когда нужно вмешательство государства, потому что есть кризисные явления, которые в силу разных причин, так сказать, получили развитие и нужно вмешательство. Вот, скажем, Джордж, ой, извините, Франклин Рузвельт. Вот это он был человеком, который показывал, для чего, какой смысл в кейнсианстве и в чём Кейнс прав. Ну, это борьба с Великой депрессией. Вот, но потом, в течение многих лет, в той же Америке, после войны, практиковали эти кейнсианские методы, кончилось дело плохо, и тоже разбушевался кризис, и тогда кто стал помогать? Он стал помогать Рейгану, то есть до него был Пол Волкер, я прошу прощения, иногда вспоминаю это имя, и слушатели редко его знают, но Пол Волкер в 80-м году стал руководителем Федеральной резервной системы. Вы говорили о том, что изменение ставки, механизм воздействия на рынок. Хотя они придерживались разных взглядов, значит, Рейган, придя к власти, не стал, он как бы, Пол Волкер скорее был близок к демократам, а этот республиканец и так далее, но он, тем не менее, оставил его и полностью подхватил его политику, и они выиграли, потому что они, значит, резко Волкер поднял процентную ставку, и стало выгодно вкладывать деньги в Америку, и поэтому арабские шейхи там все повезли деньги в Америку, а для американских богачей и вообще населения цены эти проценты снизили, и там снизили налоги, и стали, так сказать, довольно быстро набирать силы. Вот это результат. А еще более уважаемый человек для меня, это Маргарет Тэтчер, и вот такие люди, собственно, изменили облик рыночной экономики во второй половине XX века. Вот это... Евгений Григорьевич, вы еще вот перечисляете часто достаточно яркие такие примеры и реформ, и выходов из кризисов в рыночных, в общем-то, условиях. Ну, ведь наверняка не существует абсолютно универсального рецепта. Вот случился кризис, ты там ставку повысь, вот случился другой кризис, ты, наоборот, ее понись. Если бы так все работало, как бы мы чудно зажили. Но так не работает, судя по всему. Есть какие-то еще... Влияет что-то еще, наверное. Конечно, но там принципиальный момент заключается в том, что как раз тогда, когда на Западе вот это либеральное течение стало набирать силу, потому что оно продемонстрировало свои преимущества, причем продемонстрировало после того, как между войнами, после... Вот перед Великой депрессией был большой, вроде, прилив либерализма, в том, он потерпел поражение, и финсианство стало господствующим течением в странах таких, ну, типа англоамериканских, а, значит, ну, другие страны, такие как Германия, так сказать, они вообще стали фашистскими, так сказать, обрели, значит, такое очень жесткое управление хозяйством и применение его мощи для военных... В это время в фашистских режимах, их было несколько в Европе... В Германии, Италии, Японии... Да, Португалия, между прочим, фашистская страна была достаточно долго. Я просто хочу сказать, в этих условиях рыночная экономика ведь сохранялась, так или иначе? Ну, вот так или иначе, вот именно. У нас, конечно, был уже чистый социалист. А в Германии не было чистого социализма, там признавали частную социализму. Собственность, люди вели торговлю и так далее, имели магазины, имели предприятия и прочее. Государство не регулировало курс валюты? Да, да, также регулировало примерно... Ну, это не так же, мы сейчас слабее регулируем, но, в принципе, рынок был и было регулирование. И мера регулирования была такая существенная, что рассчитывать на то, что без подталкивания и без того, чтобы там нажимать, что можно что-то, чего-то добиться, уже было нельзя. В конце концов, Германия потерпела поражение. А мы имели другое устройство. У нас были гораздо более далеко идущие планы. И они не были направлены против какого-то народа. Они были как бы направлены... Имели классовую направленность в пользу рабочих и крестьян. Но казалось, что этого и нужно было добиться, и что мы должны как бы этого добиваться. Я сейчас не хочу трогать проблемы равенства или неравенства. Но я обращаю внимание на то, что есть общество, которое устроено и там преобладает, по крайней мере, административной иерархией. А раньше, похоже, была феодальная иерархия. А другая линия – это сетевая модель, это рыночная экономика, где есть взаимодействие между партнёрами. И это главное. И если вы берёте эти две модели, различающиеся чисто с экономической точки зрения, то вы видите, что Германия, фашистская Германия, она была в основном построена всё-таки иерархически. А, значит, в этом смысле Советский Союз далеко от неё не отличался. Потому что у него именно административно-командная система, она была в ещё большей степени выражена. И, так сказать, как бы претендовала на то, что именно это обстоятельство, потому что вот это был, ну, назвали социализмом. Потому что, я говорю сейчас административно-командно и так далее, это слова, которые придумали позже. А то был социализм, и были большие надежды, что мы там победим. Ну, мы уже об этом говорили, я не хочу уходить дальше. Ну, дальше мне, в прошлый раз, что я о чём говорил? Я говорил о том, что мы провели реформы. И у нас сменился строй. Победили мы или не победили? Вот удачей кончились наши, так сказать, попытки или неудачи? Вот это тема для сегодня. Ну, так, если одним словом ответить, реформы привели к удачу? Да. А почему не стало лучше? Они не привели к окончаниям. Почему не стало лучше? Стало лучше. Это, я прошу прощения, значит, мы можем смотреть так. Что происходило в 90-е годы? В 90-е годы, когда дошло дело до смены правительства, прислухло к власти Путин и так далее и тому подобное, ну, можно было сделать такой вывод, что мы потерпели поражение. Потому что итоги 98-го года были такие, что у нас валовый внутренний продукт составлял 40. Валовый внутренний продукт был 60% от 90-го года. А уровень жизни упал где-то на 30, больше, чем на 30%. Слушайте, а мне кажется, что в 98-м году, вот до того, как произошло резкое падение курса... Да, ну, кризис был, да. Да, и дефолта, в общем, так уже вроде бы жизнь немножко налаживалась. Ну, налаживалась. Почему? Потому что, ну как, появились магазины, в магазинах были равновесные цены, они были дороже. Но всё-таки можно было покупать уже проблема кризиса, которая для простых граждан самым тяжёлым, самым тяжёлым испытанием. Это было, это ушло. Это ушло. И это заслуга как раз перехода на рыночные риски. Конечно, да, потому что там никак не удавалось решить проблему роста цен. Чем больше росли цены, тем больше наносились удары по производству. Кто-то вынужден был сворачивать производство, кто-то, наоборот, получал возможность его развивать. Но, в целом, для населения это была явная потеря. Что мы как бы всегда хвастались тем, что у нас рост есть, у нас производство, рост и так далее. А тут такое вот безобразие было. И вот такого как раз ещё успеха, который бы выражался в равенстве, который бы говорил, что вот у нас государство всех как бы позволяет хорошо жить и так далее, этого совсем не было. То есть государство не располагало средствами для того, чтобы всех сделать равными. И, собственно, рыночная экономика, она и не могла всех обеспечить так, как мы бы мечтали. Но сделать так, чтобы было какое-то равновесие между равенством и неравенством, это было очень даже серьёзно. Я вот назову несколько цифр. Что произошло? У нас произошел резкий рост неравенства. Я называю цифры 2008-го примерно года. Это тогда, когда кончился период подъёма. У нас провал был, потом мы немножко выкарабкались и потом едем вниз. Но в 2008-м году, если мы разобьём всё население по 20%, на квинтели, то самый высокий квинтель, это самые богатые, значит, на их уровень жизни и их благосостояние выросло по сравнению с 1990-м годом в два раза. В два раза. Четвёртый квинтель, значит, на 25% выросли. А остальные 60%, нет, это был не 2008-й год, это было раньше, это был где-то там 2005-й, вот так вот. Значит, остальные, это было 60%, они совершенно не улучшили свой уровень жизни. Но была первая, это средняя, 20%. Третья, значит, они сохранили свой уровень жизни. Второй слой, значит, его ниже, значит, он сделал так, что вышел на такой результат, они немного, но всё-таки снизились. И последний, вот это, самый низкий, первый слой, он был в очень таком плохом состоянии. То есть, стал хуже. Хуже. Ну, поэтому, если вы берёте средние показатели, то... То они, в принципе, разные. Верхние 40% они уже получили прилично. Ну, а вот эти три... А 160-60, либо ничего не получили, либо стали хуже. Не выиграли, да. Но нужно иметь в виду, что в течение 2008 года продолжался, как бы, рост, потому что росли цены на нефть, мы много зарабатывали и так далее. Просто то, что мы зарабатывали, это не всем доставалось. Хотя, нельзя сказать... Главный вопрос, кстати говоря. А? Когда зарабатывают на нефти, зарабатывает вроде бы вся страна, а достается не всем. Разве это справедливо? Достается не всем, ну как же у вас... Посмотри, минимумы оплаты труда в нефтяных компаниях совсем другие, чем на машиностроительных заводах или в бюджетных учреждениях, школах и так далее. Это совершенно определенно. Ну, скажите, ну разве это справедливо? Нет, это не справедливо. Нефть находится в недрах всей страны? Солнышко. Но дело в том, что это осознавалось. И значительная часть средств, которые брали в качестве налогов в нефтяных компаниях, в газовых компаниях, они перераспределялись и доставались другим. И государство через бюджет повышало заработную плату учителям, врачам, там, медработникам и так далее. Так что, сказать так, что совсем нет, но цифры, цифры я привел. Это имеет, так сказать, значение. Ну, ты скажешь мне, что мы должны выровнять. Мы должны выровнять. Но в следующей части нашей передачи у нас в студии программа «Выбор Ясин» Евгений Григорьевич Ясин. «Нова ли новая Россия?», чем особенно нова, а что у нее по-старому? Обсудим в следующей части. Меня зовут Ольга Журавлева. Встретимся после новостей. И снова с вами программа «Выбор Ясин». Меня зовут Ольга Журавлева. У нас в студии Евгений Григорьевич Ясин, научный руководитель высшей школы экономики. И сегодня мы с Евгением Григорьевичем рассуждаем о том, на вале «Новая Россия». Естественно, мы говорим о рыночной экономике, которая у нас должна была развиваться естественным, так сказать, путем последние 25 лет. Но ей иногда что-то мешало. Мне так кажется. Потому что вот путь к справедливости, он был небыстрым. Вот вы говорили о том, что все-таки некоторый рост наблюдался. У определенных групп населения он-таки был вообще прекрасным. У каких-то не было никакого. Но в целом страна все-таки развивалась в нужную сторону. И благодаря тем же высоким ценам на нефть можно было хотя бы, ну хоть как-то приводить к более-менее справедливому распределению доходов. Скажите, пожалуйста, ну вот про рыночную экономику вы нам давно говорите, что эта штука все равно полезная. Даже вот по этим показателям, которые вы упомянули, она все-таки ведет к хорошему. А что ее останавливало? Скажите, пожалуйста. Вот в этот период? Да. Вот почему дальше-то нельзя было... Почему все время какие-то кризисы? Почему-то все время какие-то там то цены где-то упадут. Есть какая-то защита от этого? Можно вот просто развиваться естественным путем и тихонечко расти? Не знаю, есть какой-то верный способ? Я как раз хотел вот этой темой нашего выступления, моего выступления как раз показать, что я хорошо понимаю, что когда мы совершили, осуществили реформы, вот Гайдар работал и так далее, то первые следствия были очень негативные. Потому что была очень высокая инфляция. Но мы практически все объединили на какой-то периоде, шли очень сложные, и я не сказал бы, что очень уж такие справедливые процессы, которые, собственно, сопровождали формирование рыночной экономики, капитализма и так далее. Потому что эти все механизмы, они начинают хорошо работать тогда, когда они достигают определенной степени совершенства. А когда вы имеете... То есть они должны были созреть. Созреть? Не просто созреть. А в это время должны были идти какие-то процессы дальнейшего реформирования, и даже не реформирования, а именно настройки, переработки. Ведь о чем идет речь? Принципиальный вопрос заключается в том, что вот эти две модели, иерархическая и сетевая, рыночная, значит, они так сильно друг от друга отличаются, что требуется время для того, чтобы одна институциональная система, то есть наши привычки, наши обычаи, наши законы были разрушены. Отодвинутые на этом месте выросли другие институты, другие обычаи и так далее. Вы говорите о том, что рыночные реформы, чисто экономически, этого недостаточно. Конечно. Потому что реформа общественная должна идти бок о бок. Я как раз и подчеркиваю, мы подчеркивали это обстоятельство, что прежде всего для того, чтобы рынок работал эффективно, этот механизм сам по себе, я сейчас скажу, в чем его роль, он должен обязательно быть вставлен в определенные рамки. Эти рамки – это закон, это верховенство права, о чем мы и говорили. Тогда суд, государство, другие органы правоохранительные, они начинают работать не на отдельных государственных лидеров, они начинают работать на исполнение закона. Это принципиально важно, потому что и даже лидеры политические, они тоже подчиняются закону. У нас когда-нибудь был период, когда вот эти вот институции начинали развиваться правильно и действовали как надо? Ведь был же, наверное, какой-то период, когда люди поняли, что если что-то там с ними сделали не так, в том же бизнесе или каких-то социальных, то нужно обратиться в суд и добиться справедливости. И добивались. Почему я вам, начиная с какого момента, наши разговоры были посвящены реформам императора Александра II? Потому что одновременно были сделаны три важнейшие законы. Первое – это освобождение крестьян. Второе – это судебная реформа. Третье – это земская реформа. То есть, реформа самоуправления. Самоуправления. Значит, вот так выстраивалась другая система, которая была, ну, так сказать, заимствовали лучшее из того, что можно было взять на Западе. С учётом российских особенностей. Потому что, скажем, отмена крепостного права, она была довольно сложная. Она предполагалась на определённый механизм, который не должен был допустить особых обид для помещиков, но, с другой стороны, он должен был лично освободить крестьян и, в конце концов, дать им возможность двигаться, развиваться как частные собственники, а не как члены жёсткой общины или, так сказать, помещика и так далее. И это продолжалось очень долго. Выкуп. Я хочу обратить внимание, что выкуп, сокращение выкупа для крестьян, ну, на землю, значит, сокращён был министром финансов Бунге в 1881 или в 2-м году. 20 лет. Если, я не знаю, в 2 раза, в 2 раза выкуп был, ну, затем пришли другие люди, которые как бы восстановили, и мы полностью отделались от выкупа для крестьян, и от того, что они становились более свободными людьми, жизнь которых регулировалась только общиной. Уже в 1905-1907 годах, когда началась Столыпинская реформа. Вы часто приводите эти примеры, вы говорите о том, какая долгая штука реформа. 20 лет готовили крестьянскую реформу до 1961 года, работали над ней, потом ещё 20 лет, пока с выкупами решили, потом к 1905 году только добрались до Столыпинских. Вот я хочу как бы сейчас почерпнуть, и ты очень хорошо задаёшь вопрос, а как раз то, что полезно самому понять и кому-то разъяснить. А суть заключается в том, что одно дело, когда ты опубликуешь какой-то документ реформы, предположим, земельной собственности для крепостного крестьянства. А потом начинается процесс как бы постепенной перестройки институтов, вот этих обычаев, привычек и так далее, норм, которые входят в жизнь общества. Просто так это не происходит, потому что есть разные общественные группы, эти разные общественные группы выражают разные интересы. Они начинают или договариваться, или бороться друг с другом, и без этого обойтись нельзя. А ещё старые традиции, старые привычки, от которых очень трудно отвыкнуться. Старые традиции, старые привычки, они же не просто так берутся. А приёмные привычки вот у нас породил Иван Грозный, который там чуть что прибегал к тому, что он казнил бояр, казнил дворян. А потом ещё и всех их крестьян, и всех, кто там рядом просто проходил. А тут не казнил, там это как бы была собственность, это Набелич кого-то награждать. Были опричники, были земщины, ну земщина и опричнина. Вот, очень многое с тех пор велось у нас, сохранилось. До реформ Александра Второго, а потом и дальше продолжалось. И, в общем, это всё давалось трудно. Если я сейчас могу сказать, соответственно, в советское время была мечта построить социализм, а потом коммунизм, где все были бы равны и так далее. Где никаких разговоров про рынок, про то, что там свободные цены, конкуренция. Это всё было забыто. От этого надо было избавиться. И мы эту мечту осуществили. После чего прошло какое-то время, и мы убедились сами на своей шкуре, что мы вернулись к феодализму. Мы опять вернулись где-то к тому, от чего отказывался царь Александр Второй в 1861 году. Потому что общину вытеснял Столыпин. А мы в это время построили колхозы. Я прошу прощения, что я к этому возвращаюсь, но я вынужден. Почему? Я хочу прочертить линию нашей истории и показать, что сейчас мы во многих случаях имеем примерно такую же картину. Мы очень сильно продвинулись, но у нас всё-таки есть старые традиции. И они тянут нас назад. И они тянут нас назад. И вот это исключительно важный момент, чтобы его понять. Потому что, скажем, 98-й год. Самый тяжёлый год для российских гайдаровских реформ вот конца 20-го века. Но, значит, одновременно это и некое подведение черты под первым этапом реформ. Потому что, по секрету, я вам скажу, что примерно с октября 98-го года начался подъём. А почему начался подъём? А потому что вот была эта девалюация. А что-то, значит, девалюация и цены. Отпустили и цены. Начали принимать естественное положение. Как на рынке. Они должны были давно. Мы должны были пережить инфляцию. Не надо было её держать. Вот как у нас держали. 6 рублей 20 копеек. У нас держали. Курс доллара. Да, курс доллара. А оказалось, он стоил 30. Так потом, когда прошёл дефо. И когда мы сделали слишком большую ставку на государственные ГКО. Краткосрочные облигации. Да, да, да. Это тоже была в некоторой степени ошибка. Если бы, кстати говоря, не было азиатского кризиса в 1997 году, то возможно, вот это решение о введении дефолта, оно бы не оказало такого влияния. Но оно оказало, понимаете, такая удача. Но самое главное, что я хочу подчеркнуть, в последние месяцы 1998 года началось оживление. Началось оживление. Я помню, даже когда-то показывали репортажи и снимали интервью с людьми, которые как раз начали новый бизнес, иногда просто на руинах старого, как раз после того, что произошло в 1998 году. Да, совершенно верно. Я просто обращаю внимание на то, что были, скажем, сельскохозяйственные такие крупные компании, которые не выращивали, которые покупали, продавали и так далее. Значит, и они занимались предшествующий период тем, что они всё время скупали за границей продовольствие и везли сюда. В магазинах было, как бы покупатель должен был быть доволен, но это было очень дорого. И, в общем, это не обеспечивало возможности для роста развития российского хозяйства. Как только произошла девальвация и дефолт, они стали вкладывать деньги в русское сельское хозяйство. И начался рост. Ну, вы знаете, Евгений Григорьевич, нам очень любят говорить про то, что всё плохое, неудобное, коряво и так далее, на самом деле нам только на пользу. Нам про санкции и контрсанкции тоже не устают повторять, насколько на самом деле это нам на пользу. Потому что если нам того не продают, этого не делают и так далее, то мы сейчас всё сделаем сами. Пока не видно. Это есть некое, так сказать, равновесие. Есть сторона с плюсами, есть сторона с минусом. И ты, когда переживаешь эти процессы, должна иметь в виду, что можно перебрать сторону минуса. Когда мы, так сказать, хотели решить проблемы с Украиной, мы думали, что это будет чистый плюс. Но чистый плюс это не получилось, потому что появились санкции. Санкции для российской экономики, которая исключительно для неё важна, чтобы она была приобщена к западной экономике, не для того, чтобы из любви к Западу, а для того, чтобы туда продавать. И чтобы брать всё самое передовое в области техники, покупать, привлекать инновации, и после этого доходить до того, чтобы самим начать производить инновации и выйти на соответствующий технический уровень. Потому что, вот когда мы рассматриваем, скажем, период, о котором, может быть, мы в следующий раз ещё будем говорить, это период с 2000 по 2008 год. Это было замечательное время для нас. Потому что у нас, между прочим, уровень жизни за эти годы, годы восстановительный рост, значит, уровень жизни вырос в два раза. У всех? Или только у особо одарённых? Нет, это средние показатели у всех. У всех. Та дифференциация, о которой я говорил, она была вот на этом общем фоне. Но люди все стали жить лучше. И довольно значительно. Вы скажете мне, ну, это из-за нефти. Да. Нефть подорожала. Вы сами же говорили, да. Правильно. Значит, подорожание нефти имело свои теневые стороны. То, что мы должны были бороться за инновационную перестройку российской экономики и делать более жёсткой конкуренцию, делать более жёсткими законами и так далее, мы, так сказать, этим не очень сильно занимались. Были определённые новые элитные группы, которых это бы не очень интересовало, им достаточно было оставаться в пределах российской традиции, а именно силой заставлять людей вести себя определённым образом. Силой это как? Значит, с помощью правоохранительных органов, с помощью силовых структур, бюрократии и так далее. И это тоже, так сказать, при росте цен на нефть можно было этим ограничиваться до поры до времени. Но реформы, они уже открыли движение и по-другому, так сказать, канал. И ты спросишь меня, ну чего же, но эти вот два явления, с одной стороны реформы, а с другой стороны опора на нефть и стремление главным образом использовать инструменты давления или покупки, значит, оно в значительной степени побеждало. Я не говорю уж, что оно победило одно или другое, но это вот противоречивое развитие, оно сегодня продолжается. И оно сегодня продолжается при том условии, что цены на нефть уже не 110 долларов за баррель, а всего 50 или 40. Вот, и мы, оказывается, что это довольно сильно меняет обстановку. И я поэтому это всё и рассказываю, что мы в основном в 91-м, 92-м году победили. Мы перешли. Мы победили, не нас победили, а мы победили, потому что мы смогли избавиться от своей социалистической мечты и пойти, как и всё человечество, другим путём. Но дальше перед нами появилась другая задача, с которой мы столкнулись тогда, когда кончился кризисный период после реформ. Когда уже мы победили инфляцию, когда приватизация была закончена, хотя не так хорошо, как это хотелось бы. И мы должны были продолжать эту работу дальше. Слушайте, вот вы говорите про рыночные реформы, про их законы и их особенности. Всё понятно. Это всё экономика. Ведь рыночные реформы, по идее, хорошо, как это называется, лучше развиваются, если есть реформы общественные. Они друг на друга влияют, общество и экономика. Знаешь, я тебе скажу, спасибо очень за твой очень важный вопрос. 92-й год. Отчаянная схватка между правительством, президентом и, с другой стороны, Верховным Советом, парламентом. Драка из-за чего? Ну, то, что делают эти реформаторы, всё ухудшает. Это переход в рынку, это смена форм собственности государства. Народ нещает. Народ нещает. А, значит, есть силы, которые этому сопротивляются. И вот тогда я сижу и думаю, если мы эту фазу не пройдём и не доведём дело до того, чтобы мог нормально работать рынок, то ничего не выйдет. И в этом смысле вот этот первый период общественное и экономическое вступает в противоречие. Это нужно понимать. И я говорю, да, я за демократию или я за рынок? Я понимаю. А потом я сам себя убеждаю, что мы должны победить рынок. Без этого мы не сможем укрепить демократию. Но тогда, когда рынок победит, без демократии он жить не может. И тогда наступит время для неё. Ну, я теперь боюсь говорить слово демократия. Ну, правильно, потому что вам скажут, хороша же демократия в 93-м году с расстрелом парламента. Здравствуйте, вот вам демократия. Ну, да. Вот и, значит, ну, потом тоже эти самые либерасты, как у нас говорят, они там проводили эти все реформы и всё. Но на самом деле проблема такая, что когда мы этот момент прошли, и когда уже эти основные коренные институты рыночной экономики появились, стал вопрос о том, что этого мало. Потому что если вы, так сказать, имеете рыночную экономику, особенно в таком уровне развития техники и так далее, то вы, так сказать, имеете колоссальные возможности насилия, так сказать, бандитизма и так далее и тому подобное. Вы должны налаживать порядок, закон, вот это верховенство права. То есть вы хотите сказать, что для того, чтобы был порядок в стране, не обязательно иметь сильную руку коммунистическую власть и товарища Сталина? Абсолютно верно. Что есть и другие какие-то методы? Ну, методы законные. Вот я тебе повторяю, каждый раз, я только недавно перечитывал, по-моему, специально, чтобы, так сказать, быть вооружённым к нашей передаче. Я перечитывал про афинскую демократию. Любите вы афинскую демократию? Обожаю. До чего греки потом докатились со своей афинской демократией? Правильно, но это было, понимаешь, интересно. Кажется, я прочитал сейчас этот вот очерк перед нашей встречей. Там описывается афинская демократия. Это было как бы вариант, вот её гражданское общество, это был некий вариант первобытной общины. Ну, она была так устроена, что каждый гражданин – это взрослый мужчина, владелец земли, одновременно член этой самой армии, боевого отряда и член народного собрания. Вот у вас народное собрание, это… Тоже, вы знаете, не шибко справедливо. А где женщины, где инвалиды, где пенсионеры и рабы? Ну, нет, рабов там… Вообще никто не считал. Нет, в общем, всё это было, но вот, так сказать, это была основа демократическая. Могла она так вырасти? Нет, не могла, потому что полис, который мы сейчас все превозносим и так далее, самоуправление и так далее, полис на самом деле был как бы выражением, греческим выражением общины. Если вы хотите посмотреть другой облик общины, это была русская община с крепостными крестьянами, потом колхозы и так далее и тому подобное. Но всё-таки из этого родилась демократия, вот тогда, из этих полисов. Главное, чтобы она не погибла. Навали новая Россия, говорили мы сегодня с Евгением Ясиным в программе «Выбор Ясин». Эту программу провела для вас Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго. Это была программа «Выбор Ясин».